всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я вам предлагаю разобрать вот этот всем уже давно полюбившийся узор с косами от итальянского дизайнера короля кашемира брунелла кучинели брунелла кучинели этот узор использовал неоднократно в своих коллекциях а я когда начала разбираться с этим узором встретила несколько видео уроков на ю тубе в которых было неправильно его объяснение те объяснения которые я нашла конечно же похоже там предлагаются косы на 8 петель с перекрещиванием 4 на 4 петли то есть все по простому здесь немного все хитрее я хотела бы вам показать как провязывается этот узор правильно потому что здесь вот такие более мягкие косы получаются и между ними ажурные дорожки ажурные дорожки состоят из 5 петель косы из 7 то есть вот раппорт узора у нас будет что получается 12 петель да и вы можете в зависимости от того какой ширины вам необходимо связать изделие добавлять по 5 или по 7 петелек то есть вы можете начинать с косы заканчивать косой либо начинать с ажурной дорожки и заканчивать ажурной дорожкой смотрите сколько вам необходимо для образца можно набрать любое количество петель чтобы у вас вместились чередование кос и ажурных дорожек у меня здесь 31 петля то есть три ажурные дорожки по 5 это 15 2 косы 14 и 2 кромочных петли всего 31 когда вы наберете петельки я вам рекомендую вот здесь поставить маркер для того чтобы отделить петли дорожек отказ так вам будет легче потому что в самом начале можно слегка запутаться и теперь давайте посмотрим на схему в общем схема состоит из косы и ажурной дорожки если смотреть по отдельности на эти схемы то раппорт косы состоит из 10 рядов а раппорт ажурной дорожки из 4 если вместе совмещать эти две схемы то у нас получится одна общая схема с раппортом в 20 рядов я вам покажу как провязываются отдельные детали этой схемы дам пояснение как вяжутся эти детали в круговом и в поворотном вязание и я надеюсь когда вы освоите отдельные детали этой схемы без труда сможете связать этот узор и целиком итак давайте начнем если вы никогда не вязали косы то возможно вам понадобится дополнительная спица для провязывания кос она может быть вот такая с дополнительным углублением что облегчает работу может быть просто какая-то отдельная спица она может быть прямой то что у вас есть под рукой и так первая петля у нас кромочная мы ее снимаем дальше у нас идут 5 петелек ажурной дорожки и глядя на схему ажурная дорожка в первом ряду у нас начинается с 1 изнаночной далее мы делаем накид и провязываем 2 петли изнаночной вот таким образом снова делаем накид и еще 2 петли изнаночной то есть у нас в этой дорожке снова на спицы 5 петель дальше идут 7 петель косы по схеме косы нам с вами нужно 4 петли перекрестить с одной петлей я снимаю 4 петли я без дополнительной спицы это делаю провязываю одну петлю далее эти 4 петли переснимаю поддеваю я их раз два три 4 поддеваю их левой спицей аккуратно правую спицу достаю и подхватываю провязанную петлю все у нас получилось перекрещивание теперь вот эти петли которые мы снимали провязываю лицевыми так у нас еще остались 2 лицевых петли они просто провязываются лицевыми в итоге вот у нас раз два три 4 5 петель участвовала в перекрещивание далее 2 лицевых петли снова у нас идет ажурная дорожка вспоминаем она у нас провязывается изнаночная петля накид 2 изнаночных накид 2 изнаночных дальше у нас идет коса и давайте на ее примере покажу как использовать спицу дополнительную мы те петельки которые у нас должны быть впереди 4 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем их перед работой провязываем лицевую петлю пятую и эти 4 петельки провязываем с дополнительной спицы также лицевыми если неудобно провязывать дополнительной спицы можно их снова переодеть на левую спицу но думаю вы справитесь и провязываем оставшиеся 2 лицевых петли ну третью дорожку вяжем точно также 1 изнаночная накид 2 вместе изнаночной накид 2 вместе изнаночной и остается у нас кромочная все мы провязали первый ряд смотрите по схеме второй ряд у нас идет перекрещивание кос с небольшим сдвигом на одну петлю то есть если мы используем этот узор для кругового вязания вы в следующем ряду точно также будете провязывать вот это перекрещивание только сначала провяжите одну лицевую петлю и перекрестите следующие петельки здесь у вас останется одна лицевая петля ажурную дорожку вы провязываете все петли изнаночными я повторяю это при круговом вязании я вам сейчас покажу как провязывается второй ряд при поворотном вязании первая петля снимается и с изнаночной стороны все петли дорожки мы провязываем лицевыми 5 петель сейчас вяжем лицевыми все провязали так еще одна так все 5 петель провязали дальше мы должны провязать 7 петель косы вот они у нас раз два три 4 5 6 7 петли косы с лицевой стороны должны быть лицевыми значит в изнаночном ряду мы их будем провязывать изнаночными и на схему мы смотрим зеркальном отражении то есть если мы начали первый ряд слева направо то второй ряд будет у нас справа налево читаться и так первая петля у нас изнаночная дальше нам нужно перекрестить петли 4 и одну и в этом случае петля которую мы будем перекрещивать с четырьмя у нас идет в начале мы ее снимаем и выводим сюда перед работой то есть эти четыре петли должны у нас оказаться сверху на лицевой стороне провязываем их изнаночными далее провязываем изнаночную ту петлю которую мы сняли и еще одну изнаночную таким образом мы перекрестили петли все коса провязана теперь у нас идут снова 5 петель оживной дорожки их мы провязываем лицевыми и далее снова идет коса 1 изнаночная одну петлю снимаем оставляем перед работой 4 изнаночных дополнительные спиц и провязываем изнаночную так и еще одна изнаночная последняя далее 5 петель ажурной дорожки провязываем лицевыми и кромочная все мы провязали второй ряд дальше смотрим на схему вяжем третий ряд сначала у нас кромочная дальше смотрим на схему ажурной дорожки начинаем мы ее с 2 изнаночных петелек делаем накид снова 2 изнаночных петли накид и последняя пятая петелька изнаночная вот здесь я вам говорила повешать между косой и ажурной дорожкой маркер вам будет легче определять где у вас заканчивается коса или ажурная дорожка дальше петли косы мы все провязываем в этом ряду лицевыми снова идут петли ажурной дорожки начинаем из двух петель вместе накид 2 петли вместе накид и изнаночная петля и так далее петли косы лицевыми провязываем ажурная дорожка 2 изнаночная накид 2 изнаночные накид изнаночная и кромочная все третий ряд закончили в четвертом ряду петли ажурной дорожки мы провязываем лицевыми так как это у нас изнаночный ряд напоминаю если мы вяжем по кругу они у нас будут изнаночными то есть там все ряды будут лицевые и эти петли будут изнаночными с изнанки мы их вяжем лицевыми дальше у нас идут петли косы и снова у нас изнаночный ряд мы читаем его с обратной стороны первую петлю мы снимаем перед работой оставляем затем провязываем 4 изнаночных петли ту петлю которую сняли провязываем также изнаночной и последние две петли этой косы также провязываем изнаночными далее вяжем этот ряд самостоятельно я думаю что вам все понятно смотрите получается что я вам уже показала все элементы этой схемы как они провязываются дальше мы вот начиная с 5 ряда до 10 косы вяжем без перекрещиваний перекрещивание у нас начинаются в одиннадцатом ряду и точно так же в три этапа они у нас перекрещиваются то есть все повторяется точно так же как я вам только что рассказала и показала а в ажурных дорожках вы следите чтобы у вас происходило чередование сначала вы провязываете начиная с одной изнаночной далее там потом по 2 петли вместе в следующий раз вы вяжете 2 петли вместе накид 2 петли вместе и 1 изнаночная в самом конце надеюсь что вы справитесь и у вас получится все как должно быть и так я довязала схему до конца то есть мы начали вот отсюда и это рапорт узора здесь у меня провязано 2 рапорта я надеюсь что у вас также все получится для себя обязательно уясните как провязывается этот узор и в круговом вязании и в поворотных рядах потому что скорее всего в одном изделии понадобится этот и другой способ сохраняйте себе это видео узор великолепен не менее великолепными получится и изделия с такими узорами ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока